приветствую вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный топик крючком я вязала топик на размер чашечки b и обхват груди 75 сантиметров но я вам сегодняшнее видео подскажу как сделать правильно чашечки и отрегулировать на ваш размер далее для оформления топа я использовала вот такой самый простой узорчик веерков по боковым сторонам я закончила лямочками от узора нашего и далее сделала завязочки самым обычным способом точно так же я и сверху ровно по центру на лифике сделала вот такие завязочки которые можно смело завязать на шее отрегулировал размер теперь что касаемо размера по нашему скажем так топу то я дам некоторые рекомендации для тех у кого размер чашечки меньше b не делайте два вот этих ряда по липу а именно только ряд затем начинаете ряд делать обвязку почему так объясню потому что при меньшем размере вам вот это обвязка слишком широко вам нужно будет закончить где-то на первом ряду с одной и с другой стороны а затем уже делать обвязку и делать сшивание именно на первом ряду промотайте видео далее где мы будем сшивать на втором ряду и точно так же сделайте при вязании первого ряда а затем уже делайте обвязку потому что при вязании на меньший размер вот здесь вам покажется очень грубая обвязка которая вам закроет грудную скажем так клетку и вообще скажем так грудь сделает еще более меньше что касаемо вот этого центрального узора снизу то у меня были иногда некоторые сложности в объяснении и чтобы их не было вы ориентируйтесь именно на схему вязания вы смотрите я немножечко ее переделала под себя так как здесь мне нужно было как бы регулировать то четыре то пять столбиков по краям чтобы сделать максимально ровные боковые стороны и затем было их проще обвязать вот и в принципе на данный размер у меня ушло где-то две трети моего моточка вы уже смотрите исходя из своей пряжи плотности вязания и размера вот но всегда рекомендую брать пряжу небольшим запасиком так как на жгутики ушло в принципе на 4 жгута ушло столько же сколько ушло на весь топ пряжи вот исходя из этого обязательно ориентируйтесь я вам даю все сантиметры по ходу вязания когда показываю как вязать вот вот вы смотрите и ориентируйтесь не поставить лайк кому понравилось и приступаем к вязанию для вязания я буду использовать пряжи фирмы alize diva silk effect вот такая вот шелковым эффектом обработанная микрофибра нежно-розового цвета 350 метров 100 граммах к сожалению у меня нет этикеточки так как очень давно я уже пыталась из этой пряжи вязать как вы видите распустила на тот момент мне толщина ниточки была грубоватая поэтому сейчас как раз таки я вернулась к ней к этой ниточки и буду использовать крючок 1,75 миллиметров так как хочу немножечко такое вот плотное вязание также нам понадобится еще сантиметр и ножнички перед тем как вязать наши чашечки с которых мы начнем вязание топа нам нужно измерить грудь смотрите вот к примеру представляем что вот так с боковой стороны выглядит грудь находим ее центр и измеряем нижнюю часть то есть под грудью до центра у меня это получилось 6 сантиметров поэтому исходя из этого нам нужно набрать цепочку из воздушных петель длиной 6 сантиметров у вас может быть своя цифра итак набираем начальную петельку воздушную хорошо закрепляем ее счет ее не берем и начинаем скажем так не свободно а так достаточно плотненько набирать воздушную цепочку так как я уже прежде вязала из этой пряжи то я знаю что в 6 сантиметрах у меня приблизительно 17 петелек итак набрала первую петлю дальше вторую третью четвертую пятую шестую седьмую восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать и семнадцать беру сантиметр и прикладываю свою цепочку убираем первую петлю начальную и вот они у нас 6 сантиметров как я и говорила вот эта петля которая на крючке она у нас уже не считается итак набрали длину цепочки теперь делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 отсчитываем от крючка четвертую петельку и вяжем нее один столбик с одним накидом дальше делаем накид и в следующую петельку вяжем еще один столбик с одним накидом далее делаем накид и еще в следующую петельку вяжем столбик с накидом то есть в каждую последующую петлю мы продолжаем вязать по столбику с одним накидом и целый ряд дойдя до последней петельке ряда вяжем в последнюю петлю три столбика с одним накидом в одну петельку первый столбик ту же петельку второй столбик и в ту же петельку вяжем третий столбик далее делаем две воздушные петли и в этот же столбик вяжем еще три столбика с одним накидом в эту же петельку. Первый столбик, второй столбик и третий. То есть как бы связали вот такой вот поворот. Из последней петельки вывязали 3 столбика, 2 воздушные петли и еще раз 3 столбика. Дальше делаем накид. И в каждую последующую петельку вяжем по столбику с одним накидом. И я параллельно сейчас буду завязывать вот этот хвостик, чтобы он в дальнейшем нам уже не мешал то есть наборочный вот этот хвостик я ввязываю параллельно при провязывании вот этих столбиков с накидом то есть нам до конца ряда нужно довязать по столбику с одним накидом каждую петельку довязав до конца ряда мы дошли до трех петель воздушных подъема этого ряда теперь берем делаем накид и в первую петельку воздушную вот сюда вот вяжем последний столбик с накидом и самое главное сейчас вам стоит запомнить сколько у вас было провязано столбиков вот здесь вот в начале ряда до центра и сколько столбика вы провязали после поворота после провязывания вот этой верхней арочки из трех столбиков две воздушные петли 3 столбика то есть после поворота вот это самое главное почему потому что вам придется вязать две чашечки они у вас должны быть аналогичными у меня к примеру сейчас связано было после поворота после трех последних столбиков с этой стороны у меня провязано 15 столбиков с накидом и 16 столбик я сделала в первую воздушную петлю подъема вот этих трех воздушных петелек и точно так же здесь я сделала 3 воздушные петли подъема а дальше связала 2 4 6 8 10 12 14 и 15 столбиков при том что сделать 3 воздушные петли подъема которые заменили нам первый столбик то есть у нас две стороны получились аналогичные точно так же делаем и на 2 чашечки вот так вот запомнили потому что на первом ряду на основке скажем так зависит все остальное последующее ваше вязание она возможно у вас будет отличаться скажем так в двух случаях если первый случай это если вы свяжете разное количество столбиков на первом и на втором скажем так из чашечек вязание вашим или же просто плотность вязания к примеру вы сегодня связали одну чашечку бросили завтра свяжите вторую у вас возможно они будут разные по размерам поэтому рекомендую вам именно вот эту основу чашечки вязать в один присест то есть вы взяли связали две чашечки дальше пошли делать свои дела если вы хотите к примеру сегодня не вязать целый топ и теперь продолжаем дальше делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и разворачиваем вязание то есть мы сейчас на изнаночной стороне вот смотрите я вязала наш хвостик теперь его хорошо подтяните и отрежьте если вы ввязывали точно так же как и я и дальше пропускаем петлю воздушную вот здесь вот подъема цепочки а в следующую петельку начинаем вязать по столбику с накидом и так продолжаем вязать по столбику в каждую последующую петельку вяжем столбики до тех пор пока не дойдем до вот этих двух воздушных петель чик нашей центральной арочки на повороте пока в каждую петельку вяжем по столбику с одним накидом довязали столбики и дошли до двух воздушных петель и как и так как у нас добавилось три столбика то в этом ряду у меня связались три петли воздушные подъема первый столбик и дальше еще 18 столбиков с накидом теперь под две воздушные петли вот в эту арочку под нее прям мы вяжем два столбика с накидом не три а два столбика с накидом две воздушные петли и еще раз два столбика с накидом сюда же под две воздушные петли то есть в отличие от предыдущего ряда мы связали два столбика две воздушные петли два столбика во всех последующих дальнейших рядах мы будем точно также вязать как во втором ряду дальше поворачиваем наше вязание и в каждую петельку последующую вяжем по одному столбику с накидом так как у нас было 18 столбиков с той стороны плюс 3 воздушные петли подъема так и с этой стороны у нас будет столько же столбиков то есть 19 столбиков до конца ряда вяжем просто в каждую петельку по столбику довязав до конца ряда последний столбик мы делаем воздушную петлю из тех трех петелек подъема вот так вот сюда и теперь снова делаем 3 воздушные петли подъема 1 2 3 и поворачиваем наше вязание продолжаем вязать уже по этой стороне снова пропускаем первую петлю основания воздушной цепочки а вот начиная со второй петельки делаем по столбику с накидом каждую петлю то есть посмотрите у нас благодаря тому что мы делаем вот этот поворотик в уголок провязываем в арочку прибавления то у нас за счет этого увеличивается количество столбиков в каждом последующем ряду и вот доходя до вот этих двух воздушных петель подъема нам нужно будет остановиться то есть провязываем в каждую петельку до двух воздушных петель вот здесь вот не подъема промежуточных арочки вяжем просто в каждую петельку по столбику связали столбики и теперь снова по 2 воздушные петли вот здесь вот по центру нам нужно связать два столбика с накидом 2 воздушные петли и 2 столбика сюда же то есть как мы делали в предыдущем ряду и в каждом последующем ряду мы так и будем продолжать по 2 воздушные петли вязать 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика под следующие в следующем ряду под эти две воздушные петли снова будет вязаться 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика а вот в эти петельки в каждую с одной и с другой стороны мы будем просто вязать по столбику с одним накидом и делать каждый раз повороты то есть у нас будет вот такое вот поворотное вязание снизу мы петельки ничего не трогаем у нас просто здесь будет чередоваться столбик 3 воздушные петли столбик и воздушные петли с одной и с другой стороны то есть вот таким вот образом мы будем делать как бы расширение нашей чашечки ширину и высоту ровно на один ряд каждый раз то есть с каждой стороны на один ряд как один ряд у нас будет добавляться сверху так и по бокам то есть будет расширение последний столбик делаем воздушную петлю из тех трех петель подъема теперь снова делаем в конце ряда 3 воздушные петли подъема и продолжаем вязать поворотном вот здесь вот ряду со второй петельки продолжаем вязать по столбику и дойдя до двух воздушных петель вяжем 2 столбика 2 воздушные петли 2 столбика вот вот эти две воздушные петли в уголок и дальше продолжаем вязать столбиками благодаря этому посмотрите у нас получается вот такое расширение но и в то же время уже как бы идет такое вот закругление я вижу стараюсь максимально вязать плотненько но не слишком опять же таки посмотрите деревянно то есть у меня нежное полотно но не просвечивается практически вот я такого результата добиваюсь скажем и сейчас я буду делать расширение продолжая в каждом ряду добавлять вот эти 4 столбика 2 воздушные петли снова 4 столбика 2 воздушные петли между парными столбиками вот у меня будет количество петель здесь добавляться с другой стороны количество петель добавляться и будет такое вот хорошее расширение как стороны так и высоту вот сейчас если взять центральную вот здесь вот разделительную скажем так полосу от у нас связано три ряда вот таких вот закругленных ряда я бы сказала вот то у меня здесь сейчас вам скажу сколько по сантиметрам получилось вот два с половиной сантиметра в трех скажем так и рядочках у меня два с половиной сантиметра вот мне нужно расширить каждую половинку то есть если возьмем центровую вот эту полосочку до 6 сантиметров практически до 6 то есть если мы вот так вот посмотрим у нас должно получиться там где-то приблизительно ширина 11 сантиметров но это исходя из скажем так моего размера груди плюс у нас будет полтора где-то сантиметра полтора два сантиметра я пока еще не знаю сколько я по ходу вязания вам буду говорить сколько это по сантиметрам будет обвязка у каждой из чашечек поэтому вот где-то приблизительно до 11 сантиметров вот если по центральной взять полосочки но где-то пять с половиной сантиметра у меня должно увеличиться то есть если сейчас у меня два с половиной сантиметра то еще два с половиной это 5 получается вот и где-то приблизительно я свяжу 7 рядочков То есть три с вами мы уже связали, сейчас я разворачиваю, вяжу четвертый, дальше пятый, шестой и седьмой. И тогда остановлюсь, скажу, что мы будем делать дальше. Довязав седьмой ряд, чашечка у меня получилась по нижней стороне, как я и предполагала, 11 сантиметров. То есть, если вы померяете ваши 7 рядочков по нижней стороне, то 11 сантиметров. Мне этого более чем достаточно, этой глубины. И получилось 7 рядочков, то есть 5,5 с одной стороны от центра, 5,5 с другой стороны от центра. Все, мне этого достаточно. И теперь я приступаю к обвязыванию наших краешков. То есть, я сейчас подтягиваю крайнюю петельку, которую я вытянула немножечко, чтобы вам показать. И начинаю обвязку. Получается с изнаночной стороны. У меня сейчас лицевой ряд был с изнаночной стороны. Но, скорее всего, что на изнаночной я и останусь. В принципе, здесь достаточно все аккуратно и красиво. Вот, поэтому у меня получилось нечетное количество провязанных рядочков. У вас, возможно, достаточно будет 6 рядочков. А, возможно, мало будет 7, поэтому придется довязать 8. Вы уже сами ориентируйтесь по своей глубине груди. Итак, берем, делаем 3 воздушные петли подъема в начале и плюс 1 петля. Теперь поворачиваем на следующий ряд и, смотрите, снизу мы пропускаем петлю основания воздушной цепочки и еще 2 петельки. То есть, находим третью петлю, вот она у нас по низу, или четвертую от петли основания и вяжем в нее 3 столбика с одним накидом. Первый столбик, далее второй столбик и третий столбик сюда же. Делаем одну воздушную петлю и пропускаем 2 столбика снизу. В третий вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Снова воздушная петля, снизу пропускаем 2 петельки. В третью петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. Итак, мы будем делать 3 столбика воздушная петля, чередуя через 2 столбика по низу. То есть, пропускаем в третий столбик, вяжем 3 столбика воздушная петля. И так далее. То есть, вяжем до тех пор, пока не дойдем вот здесь вот до конца. Здесь у нас, по идее, должно остаться 2 или 3 петельки. Мы посмотрим в зависимости от количества вот этих столбиков снизу. Вот довязали мы последние 3 столбика воздушную петлю делаем. И теперь смотрите, до наших 2 воздушных петель в уголку остается 3 столбика. По идее, мы сейчас должны будем в третий сделать снова 3 столбика воздушная петля. Но тогда будет сверху слишком густо населены столбики. Вот я хочу сейчас пропустить в конце вот здесь вот с уголка 3 петельки. И вот под вот эти 2 воздушные петли я вяжу 3 столбика с одним накидом. Вот вот эти вот наши арочки, которые я вязали в предыдущих рядах. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем делаем 2 воздушные петли. Не одна, как мы здесь делали, а 2. И снова в эту же арочку под воздушные петли вяжем еще раз 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. То есть смотрите, мы сюда вязали 2 столбика воздушные 2 петли, 2 столбика. А сейчас вязали 3 столбика, 2 воздушные петли, 3 столбика. То есть как бы продолжили вот этот узорчик. И посмотрите, как у нас красиво должен получиться уголочек. Если у вас стянуто, вы считаете, что вам нужно сделать все-таки в третью петельку еще 3 столбика, а затем 3 столбика сюда и сюда, то делайте так. У меня получилось все четко и уголочек четко виден. И переходим на вторую сторону. Мы должны в зеркальном отображении и с этой стороны пропустить 3 петельки снизу, чтобы у нас было все симметрично. Поэтому делаем воздушную петлю и дальше отсчитываем снизу первый, второй, третий столбик. И в четвертый вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И делаем воздушную петлю. Снова пропускаем снизу 2 привычных столбика. И в третий вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Или в третью петельку. Как вам удобно понимать. То есть 2 столбика предыдущего ряда пропускаем или 2 петельки в нынешнем ряду. И до конца ряда нам нужно довязать вот такими вот веерочками из 3 столбиков. То есть довязать нам нужно до самого конца. В конце мы сделаем всего лишь 1 столбик. Сделали последний веерочек, воздушную петлю. И здесь снизу у нас остается 2 петельки, 2 столбика предыдущего ряда и 3 воздушные петли подъема. Вот мы делаем в третью воздушную петлю подъема. Или в первую она, если снизу. Делаем 1 столбик с одним накидом. То есть как бы завершаем наше, скажем так, обвязывание точно так же, как и начинали. Вот они наши 3 воздушные петли подъема и дальше шла воздушная петля. Точно так же и здесь воздушная петля и столбик, который нам заместили вот здесь, вот 3 воздушные петли подъема. Мы довязали ряд первое обвязывание и посмотрите, как должно быть все гладко и четко. Самое главное, если у вас где-то берется волнами, можете делать, допустим, чередовать через 3 петли. Либо же через 2, через 3, через 2, через 3. Здесь уже вы смотрите сами. Точно так же, если мало, можете по уголкам сделать вместо 1 столбика по 3 столбика с накидом. То есть как мы делали вот здесь вот. И по центру у нас в уголочке должно получиться 6 столбиков, через 3 чередоваться 2 воздушные петли. Везде, во всех остальных веерочках у нас между ними по 1 воздушной петельке. И вот теперь мы снова подтягиваем ниточку и делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И поворачиваем наше вязание. Сейчас под каждую воздушную петлю предыдущего ряда между веерочками мы будем снова делать веерочек. Так как сейчас от первой нашей арочки уже пошел столбик. Будем считать, что 3 воздушные петли это столбик. И нам нужно довязать еще 2 столбика с 1 накидом сюда же. Дальше делаем воздушную петлю и находим следующую воздушную петлю предыдущего ряда. Под нее вяжем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. И снова воздушная петля. 3 столбика под следующую воздушную петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3. Воздушная петля. Не забываем делать воздушные петли и под каждую воздушную петлю предыдущего ряда вяжем снова веерочки из 3 столбиков с накидом до вот этого нашего уголка. То есть вам нужно будет связать последний веерочек вот здесь под последнюю одну воздушную петлю. Сделали последний веерочек, воздушную петлю и дошли до 2 воздушных петель в нашем уголке. Сейчас делаем накид и в уголочек нам нужно провязать, как и в прошлом ряду, 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Вот вяжем первую тройку столбиков под 2 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее делаем 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. Вторую тройку сюда же в наш уголочек. То есть снова продолжаем как бы поворот наш делать. Теперь после 3 столбиков делаем воздушную петлю. Под ближайшую воздушную петлю предыдущего ряда продолжаем вязать 3 столбика. Воздушная петля, 3 столбика, воздушная петля. И так довязываем до самого конца. Последние вот эти 3 столбика мы с вами сделаем под последнюю воздушную петлю. То есть под петли подъема мы ничего не делаем, а под воздушную петлю я вам смогу потом, хочу показать, как именно вот здесь вот красиво и ровно закончить. Связали наш предпоследний веерочек и сделали воздушную петлю. Под воздушную петлю, последнюю, где петли подъема, мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. И в третью петлю подъема нам нужно связать третий столбик, именно в саму петельку. Почему так? Объясню, потому что сейчас мы пока завершаем вязать чашечки. А когда будем вязать непосредственно саму глубину топа, то нам нужна будет вот эта сторона красивая, ровная и гладкая. То есть, чтобы вот эти наши столбики не съезжали, скажем, в самый вот здесь вот уголочек, а они должны у нас идти ровно, красивенько. Вот. И все. Сейчас делаем одну воздушную петлю и можем отрезать вот эту ниточку. Но отрезаем не совсем впритык, а оставляем такой вот небольшой хвостик, чтобы нам было удобно в дальнейшем его спрятать. Все. Первая часть нашего лифа готова. Сейчас нам нужно будет связать точно такую же часть. Самое главное, вяжите все, то есть, эту часть и вторую, такую же аналогичную, в один день. Потому что, объясню, когда-то я вязала, скажем так, топик, и у меня получились разные чашечки. И как бы я ни перевязывала, у меня не получалась одинаковая, скажем так, плотность вязания. Вот почему я рекомендую вам вязать в один присест. Сейчас обрезаем ниточку, оставляем подлиннее краешек и все. Вяжем вторую часть аналогично и дальше продолжим делать соединение и вывязывание уже непосредственно высоты топика. И вот после того, как две чашечки наши готовы, обязательно посмотрите их, скажем так, одинаковость размером. Вот так вот, чтобы они везде у вас максимально совпадали по размерам и по глубине, по высоте от уголочка к низу. И теперь начинаем их присоединять. С последней, скажем так, чашечки со второй не отрезайте рабочую ниточку. Вот она, как вязали, так и остается. Честно говоря, я обрезала маленький краешек ниточки. Можно было бы его оставить максимально длинным и им делать соединение по центру, для того, чтобы потом не делать присоединение, скажем так, лишний раз. Но так как я уже отрезала, то буду показывать, как есть. Итак, сейчас мы кладем наверх, таким образом, чашечки, чтобы у нас с правой стороны была рабочая ниточка и на одной чашечке, и на второй. Так как мы сейчас будем вязать внутренней, скажем так, с внутренней стороны, то у вас одинаково должны быть повернуты, скажем так, одной стороной и первая, вторая чашечка. Откладываем пока ту, на которой нет рабочей ниточки, первую связанную, и продолжаем вязать на второй чашечке. Итак, берем, делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и делаем одну воздушную петлю для того, чтобы перейти вот под эту воздушную петлю предыдущего ряда, то есть под ближайшую арочку. Делаем в нее 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3. Дальше воздушная петля, то есть мы как бы делаем начало первого ряда обвязки. Дальше снова под следующую арочку делаем 3 столбика с одним накидом и воздушная петля. 1, 2, 3, и воздушная петля. И переходим на третью вот здесь вот арочку и вяжем под нее 1 столбик с одним накидом. Теперь берем в руки нашу вот эту вот чашечку и что мы делаем? Мы сейчас будем делать 3 соединения, то есть нам нужно совместить вот эти чашечки. Мы поворачиваем к себе вторую чашечку, только получается уже вот таким вот образом, чтобы нам было удобно. И находим третью арочку. Сейчас под нее мы вяжем 1 столбик с одним накидом. То есть как бы соединение делаем аналогично в зеркальном отображении, как вязали на первой стороне. 1 столбик сюда и 1 столбик сюда. Дальше мы будем вязать 3 столбика с одним накидом под следующую воздушную петлю. Вот она у нас. Поэтому делаем вот здесь вот одну воздушную петлю и переходим под следующую арочку. Под нее мы вяжем 1 столбик с накидом. Но нам нужно довязать этот столбик протянуть через первый столбик обвязки с этой стороны. Вот так. Дальше вяжем второй столбик, делаем накид и точно так же повторяем. Довязали столбик и протянули сквозь вторую петельку столбика с другой стороны. То есть вот они. Сначала провязали столбик, затем протянули петельку через столбик с другой стороны. И точно так же довязываем третий столбик сюда же. Довязали третий столбик и протянули его сквозь третий столбик с другой стороны. Вот так. То есть просто петельку протягиваем. Не нужно нам столбик провязывать никак, просто последнюю конечную петельку. То есть вот так вот соединяем. Теперь делаем воздушную петлю и переходим к последней нашей третьей арочке. Делаем под нее столбик с накидом первый. И протягиваем вот эту петельку сквозь первый столбик с другой стороны. То есть зеркальное отображение делаем, соединение. Протянули петельку, смотрите, чтобы она у вас не делилась, а была такая вот ходовая. И делаем второй столбик под эту же арочку. Вторую петельку протягиваем сквозь второй столбик с другой стороны. Вот так. И провязываем последний третий столбик сюда. И протягиваем эту петельку сквозь третью петельку третьего столбика с другой стороны. Вот так. Теперь в зеркальной первой стороне делаем воздушную петлю. И накид в третью петельку подъема вот сюда. Мы делаем столбик с одним накидом. И вытягиваем петельку. Посмотрите, что у нас должно было получиться. Мы как бы сейчас провязывали параллельно. В зеркальном отображении с одной стороны столбик, с другой стороны столбик. С одной стороны три столбика, с другой стороны три столбика. Не забывая делать воздушные петли. С одной стороны три столбика и с другой стороны три столбика. Как начинали с трех воздушных петель подъема, то есть столбика, так и закончили. При этом обязательно делайте воздушные петли для того, чтобы как бы нам отобразить эту симметрию зеркальную с одной и с другой стороны. И вот у нас получилось вот такое соединение. Если бы я оставила ниточку подлиннее с вот этой стороны нашей, которую отрезала, то можно было бы это соединение сделать вот таким вот образом. И тогда уже отрезать ниточку, скажем так, до конца. То есть вот эта ниточка бы у нас была просто коротенько отрезанная, а мы продолжили бы вязать, скажем так, рабочей, хорошей ниточкой. Но так получилось, что я уже отрезала, поэтому сейчас я снова эту же ниточку отрезаю. Я ничего здесь уже никак не смогу, скажем так, продолжать делать вязание, скажем, не смогу продолжить. Что разве только перейти соединительными столбиками на какую-то из сторон. Я этого не люблю, я хочу, чтобы у меня было эластично и аккуратно, поэтому мне проще скорее спрятать краешек ниточки, чем перейти соединительными столбиками. И вот так вот, сделав соединение, мы продолжаем вязать наш столбик. После того, как соединили наш столбик, отрезаем ниточку и разворачиваем на другую сторону. Смотрите, сейчас у нас было соединение вот с этой стороны. И чтобы было красиво все и ровненько, у меня вот они первые ряды лицевые. И посмотрите, у меня с изнаночной стороны получилось соединение. Теперь с лицевой стороны у нас, как бы, такое красивенькое вот есть соединение, красивые чашечки. И нам нужно оказаться вот в этой стороне, в начале, как бы нашего, если повернете, лицевого ряда. Ну, как бы, еще раз я пожалела, скажем так, о том, что я отрезала скороспешно ниточку. Вот, на меня не подействовало, честно говоря, правило, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ну, в общем, я отрезала. Вот сейчас, как раз-таки, вот в этом моменте, мне нужно присоединить ниточку. В принципе, существует очень много способов соединения ниточки. Я, пожалуй, выберу самый простой способ. Это обычный узелочек, который я, скажем так, соединю и оставлю подлиннее хвостики, для того, чтобы потом их деть в иголочку и красивенько спрятать. Вот, но пока я буду, скажем так, руководствоваться вот таким вот обычным узелком. Все, я оставляю эти ниточки, я их потом спрячу. А мы начинаем вязать с лицевой, обратите внимание, стороны. Нам нужно с этой стороны, самой ровной, обвязать просто одним рядом столбиков без накида. Поэтому сейчас мы под каждый столбик с накидом предыдущих вот этих рядочков будем вязать по 2 столбика без накида. Вот так вот я начинаю. Можно сделать воздушную петлю вот здесь в самом начале, для того, чтобы закрепить нам нашу, скажем, ниточку. Узелок вот этот в дальнейшем нам не будет мешать, он просто спрячется и все будет аккуратно и красиво. Можно как раз-таки сейчас одну из ниточек спрятать по ходу вязания этого рядом. Почему не две? Потому что будет слишком широко. Сделали одну воздушную петлю, закрепили ниточку и начинаем вязать под каждый столбик с накидом 2 столбика без накида. Обратите внимание, мы вяжем столбиками сейчас без накида. Вот так первый столбик и сюда же второй столбик. Далее в соединительные вот здесь вот ряды можно делать также по столбику без накида. Самая главная наша задача в этом ряду сделать как можно ровнее сторону и максимально сделать видны, чтобы были вот эти вот наши петельки. Ну, то есть, чтобы были не просто дырочки, а как бы такие уже красивые петельки. Возможно, если вы будете вязать под каждый, скажем так, столбик по 2 столбика плюс соединительный столбик, это столбик без накида, будете вязывать, возможно, у вас возьмется веером. Самое главное, контролируйте вот эту ширину. Она не должна быть слишком стянута, но и в то же время она не должна пружинить. То есть, все должно быть максимально ровно. Вот. И от этого ряда зависит, насколько будет красивое, скажем так, оформление вашего низа. И сейчас я продолжаю. Буквально несколько столбиков я ввязала уже нашу одну из ниточек. Уже она мне не нужна, я ее бросаю. И дальше продолжаю вязать столбики без накида. Пока не обвяжу одну сторону вниз. И пока не обвяжу вторую сторону. Там, где у нас вторая часть, скажем лифа. Вот сюда вот буду идти, 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 и пока не дойду до самого конца. Вот такими вот обычными столбиками без накида. Дойдя до центральных вот этих столбиков, мы точно так же продолжаем обвязывать столбиками без накида. При этом вот эту ниточку, которую мы уже отрезали, я буду точно так же, как и в начале, здесь параллельно ввязывать. Для того, чтобы потом мне просто меньше было краешков прятать в конце, когда мы будем уже заканчивать наше изделие. Довязали до конца столбики без накида. Теперь делаем воздушную петлю подъема и поворачиваем на изнаночную сторону. Сразу же в первую вот здесь вот петельку вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем 3 снизу петельки и в четвертую вяжем столбик без накида. Дальше снова 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и пропускаем 3 петельки снизу, вяжем столбик без накида в четвертую петлю. Теперь снова 3 петельки и 3 пропускаем в четвертую столбик без накида. И вот так вот чередуем до конца этого ряда 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. Причем 3 воздушные петли замещают нам снизу 3 воздушные петли, поэтому в этом ряду у нас должно не уменьшиться количество столбиков, не увеличиться. Просто провязываем такой же ряд, как и предыдущий, но вместо 3 столбиков без накида вяжем 3 воздушные петли. И вот так вот чередуем до самого-самого конца этого ряда. Довязав до конца ряда арочки, у меня получилось небольшое смещение. Смотрите, у меня получилось, что 12 арочек по счету над одной чашечкой и 11 по счету над второй чашечкой. 12 петля, у меня получилась вот эта арочка из трех воздушных петель ровно по центру. Вот вам нужно обратить на это внимание, чтобы у вас две одинаковые были стороны. То есть вот оно, наше соединение, и в одну сторону и во вторую сторону у нас должно быть одинаковое количество. То есть не так, что здесь 12, здесь 11, и по центру 12 с этой стороны. А должно быть либо 12, ровно столбик без накида, центральный, соединительный, под соединением вот этим. 12 в одну сторону, 12 во вторую, либо ваше количество. Либо же наоборот, по центру, как у меня, должна получиться арочка. И в одну сторону одинаковое количество петель, не считая ее, и во вторую сторону одинаковое количество петель, не считая ее. У меня получилось всего 25 вот таких вот арочек из трех воздушных петелек. Каким образом я вместила 25, при том, что у меня было изначально 24, я по центру пропустила всего лишь одну петельку вместо трех. Но сделала 3 воздушные петли для арочки. И вот таким вот образом у меня получилось четко до этой центральной арочки сюда 12, и сюда 12 до конца ряда. Как раз у меня получилось в конце ряда столбик без накида закрепительный, как был и в начале ряда перед первой арочкой. И вот мы сейчас, получается, оказались в третьем ряду обвязки, а он у нас уже лицевой. Поэтому мы вот как раз таки с лицевой стороны, если вы развернете первый ряд, у нас лицевой был, столбики без накида мы уравнивали. Второй ряд арочки. И третий ряд мы сейчас начинаем вывязывать веерочки. Перед тем, как делать веерочки, я немножечко взяла, скажем так, себе в помощь булавочки и распределила, исходя от центрального веерочка, есть он у вас или нет, но исходя из центрального веера, я ориентировалась, скажем так, на последующие веерочки в сторону, в одну и во вторую. Итак, я отметила центральную арку, затем отступила три арочки в одну сторону, подцепила в четвертую булавочку, снова три арочки в четвертую булавочку, три арочки в четвертую булавочку. Точно так же и в другую сторону. Три арочки пропустила в четвертую булавочку, три арочки в четвертую булавочку, три арочки в четвертую булавочку. Посмотрите, у меня получились две булавочки по краям. То есть сейчас у меня будут там, где булавочки, веерочки. Соответственно, там, где по краям у меня булавочки, я буду вязать по полвеерочкам. То есть там, где у нас по краям, для того, чтобы не было расширения такого жесткого, скажем так, юбочкообразного. то я хочу, чтобы у меня было максимально прямо и ровно по краям. Вот, то есть сейчас, где у меня булавочки, я буду делать веерочки. Если вам так тоже удобно, то можете отметить, возможно, какими-то маркерами, булавочками, скрепочками или же кусочками ниточек. Отметьте себе, где у вас будут веерочки. Еще раз повторюсь, от центрального веера в одну сторону 3 пропускаем в четвертую и точно так же 3 в четвертую, 3 в четвертую, 3 в четвертую. И все. И ориентируясь от этого, сейчас будем, скажем, вязать наши веерочки. В конце ряда с арочками делаем 3 воздушные петли подъема и переходим на следующий ряд. Так как у нас в начале и в конце будут веерочки, то я их сделаю, еще раз повторяюсь, неполными. Поэтому, связав 3 воздушные петли подъема, которые нам заменили первый столбик, мы довязываем еще под 3 воздушные петли. И прямо в арочку вяжем под воздушные петли 3 столбика с одним накидом. То есть всего у нас должно получиться с петлями подъема 4 столбика. Дальше переходим на следующие 3 воздушные петли и под них вяжем 1 столбик без накида. Дальше вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 1 арочку и под следующую вяжем столбик без накида. То есть получается, что мы 1 арочку совсем пропустили. Теперь следующая арочка у нас вот она с булавочкой, поэтому мы под нее вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий столбик, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше в следующую арочку под 3 воздушные петли вяжем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И пропускаем следующую арочку, а через одну вяжем столбик без накида. И так продолжаем чередовать веерочек, 4 воздушные петли. Веерочек, 4 воздушные петли. И так, сделав столбик без накида, соединили мы, как бы получается, вот эту арочку из 4 воздушных петелек, Перешли к булавочке плавно. Булавочка это веерок, поэтому вяжем из 7 столбиков без накида веерочек под арочку. 3, дальше 4, 5, 6 и 7. Следующую вот здесь вот арочку вяжем столбик без накида. Теперь 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Следующую арочку пропускаем, а через одну вяжем столбик без накида. Теперь у нас вот здесь вот булавочка, а значит мы под арочку под эту вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Под следующую арочку нам нужно связать столбик без накида, как бы завершить этот веерочек. То есть обратите внимание, что мы начинаем арочку со столбика без накида и завершаем веерочек столбиком без накида. Точно так же и здесь. 4 воздушные петли мы чередуем с веерочком. 4 воздушные петли с веерочком. И вот такой вот у нас получается ряд с веерками. Это такой будет начальный ряд. Продолжаем после веерочка делать 4 воздушные петли. Дальше пропускаем вот эту арочку из 3 воздушных петелек и под следующую вяжем столбик без накида. И теперь снова у нас арочка с булавкой, поэтому я вяжу 7 столбиков с одним накидом, то есть наш веерочек. Итак, 2 столбика связали, дальше 3, сюда же 4, сюда же 5 и еще 2, 6 и 7. Дальше в следующую арочку делаем столбик без накида. 4 воздушные петли. Пропускаем снизу арочку и в следующую вяжем столбик без накида. Снова там, где булавочка, вяжем веерочек. В следующую столбик без накида, арочку следующую пропускаем, столбик без накида, при этом сделав 4 воздушные петли над этой арочкой. И дальше довязываем в конце ряда такой же неполный веерочек, как и в начале. При этом в конце после столбика делаем 3 столбика с одним накидом в последнюю арочку. 1, 2 и 3. И четвертый столбик делаем вот здесь вот в столбик без накида предыдущего ряда. То есть как бы завершаем красивой ровной стороной. И первый ряд у нас завершен. Он должен получиться не затянутый. То есть достаточно равномерно распределены у нас, посмотрите, вот такие вот веерочки, как вам проще показать. Вот они. Их у нас всего получилось неполный первый, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой неполный. Вот так я распределила. Теперь убираю булавочки. В конце ряда делаем 3 воздушные петли подъема плюс 1 воздушная петля. И поворачиваем вязание на изнаночный ряд. Теперь нам нужно будет чередовать, провязывая столбик с накидом и воздушная петля. Сейчас мы с вами провязали 3 воздушные петли подъема, это первый столбик и 1 воздушная петля дополнительно. Дальше находим следующую петельку и в нее вяжем столбик с накидом и дальше делаем воздушную петлю. Снова следующую петельку, столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. То есть мы фактически сейчас провязали 4 столбика с накидом плюс воздушная петля, то есть 3 воздушные петли между 4 столбиками. дальше находим 4 воздушные петли предыдущего ряда вот они они у нас вяжем под него под эту арочку столбик без накида дальше находим первую петельку столбика из 7 столбиков нашего веерочка вот она у нас и делаем накид под этот столбик вяжем столбик с накидом воздушная петля дальше следующую петельку второй столбик с накидом воздушная петля следующую петельку 3 столбик воздушная петля следующую 4 столбик воздушная петля следующую 5 столбик воздушная петля и в следующую 6 столбик воздушная петля и последнюю петельку вяжем 7 столбик воздушную петлю сюда не а просто под 4 воздушные петли предыдущего ряда вяжем столбик без накида вот так теперь снова находим первую петельку первого столбика веерочка и вяжем столбик с одним накидом туда воздушная петля следующую петельку второй столбик воздушная петля следующую петельку третий столбик воздушная петля, следующую петельку, 4 столбик, воздушная петля, следующую петельку, 5 столбик, воздушная петля, далее 6 столбик, воздушная петля и 7 последний столбик. Делаем столбик без накида под 4 воздушные петли предыдущего ряда. Вот так вот будем обвязывать каждый веерочек столбиком воздушная петля столбик воздушная петля и так должно у вас получится 1 2 3 4 5 6 воздушных петелек и 7 столбиков правильно 1 2 3 4 5 6 до 6 воздушных петель и 7 столбиков дальше делаем столбик без накида под 4 воздушные петли предыдущего ряда и вот так вот обязываем каждый из оставшихся веерочков последний веерочек я вам помогу до обвязывать а так просто вяжем 7 столбиков между ними воздушная петля под 4 воздушные петли делаем столбик без накида сделав столбик без накида под 4 воздушные петли делаем накид и находим первую петельку и начинаем чередовать столбик с накидом воздушная петля столбик с накидом воздушная петля по количеству столбиков предыдущего ряда затем у нас последний столбик должен быть в нашей третьей петле подъема Вот она у нас, третья петелька. Делаем последний столбик. И теперь поворачиваем на лицевой ряд. Вот как у нас должны оканчиваться, скажем так, края. Посмотрите, края должны быть абсолютно ровными по соотношению к обвязочному второму вот здесь вот краю. Почему? Объясню. Потому что при обработке вот этих, скажем так, боковых стеночек у нас должен быть здесь прямой вот такой ровный край. Если же здесь у вас немножечко затягивает, к примеру, вот так вот идет как бы немножечко на уменьшение. Сделайте большее количество столбиков вот в этих полувеерочках. К примеру, не 4, а 5, возможно, даже 6. Я, пожалуй, сделаю 5, потому что немножечко тянется. Поэтому в дальнейшем я буду провязывать полувеерочки из 5 столбиков с накидом вместо 4. В конце ряда делаем воздушную петлю и поворачиваем на следующий ряд. Под первую воздушную петлю делаем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли и под следующую воздушную петлю делаем столбик второй без накида. Дальше снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид. И теперь нам нужно одну вот здесь вот арочку из воздушной петли пропустить, а под следующую делаем полустолбик, то есть незавершенный столбик. 1 раз, дальше делаем накид в столбик без накида предыдущего ряда, делаем снова полустолбик, незавершенный столбик с накидом, 2 раз, и под первую воздушную петлю следующего веерочка вяжем незаконченный столбик, 3 столбик с одним накидом незавершенный, и соединяем все 4 петельки общей вершинкой, и делаем 1 воздушную петлю. Дальше снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, пропускаем вот здесь вот одну петельку, в которой у нас уже завершенный третий столбик, а в следующую вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли, под следующую воздушную петлю вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, под следующую воздушную петельку столбик без накида, 3 воздушные петли, под следующую петельку столбик без накида, затем 3 воздушные петли, и повторяем то же самое. под первую воздушную петлю ближайшую вяжем незавершенный столбик с накидом полустолбик столбик без накида незавершенный второй столбик с накидом и в первую петельку воздушную следующего веерочка незавершенный третий столбик с накидом и сквозь 4 петельки пропускаем одну общую вершинку и делаем одну воздушную петлю то есть все то же самое что мы сделали вот здесь снова вяжем 3 воздушные петли и под ближайшую воздушную петлю вяжем столбик без накида 3 воздушные петли под ближайшую воздушную петлю 2 столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида под свободную воздушную следующую петлю 3 воздушные петли столбик без накида под воздушную петлю затем снова 3 воздушные петли и делаем незавершенный столбик ближайшую воздушную петельку 1 столбик без накида не завершенный столбик с накидом 2 раз и под ближайшую воздушную петлю следующего веерка 3 незавершенный полустолбик и все общие и все 4 петельки соединяем общей вершиной и делаем одну воздушную петлю вот таким вот образом я буду обвязывать каждый веерочек то есть смотрите между веерками мы делаем вот такой вот орнамент из скажем так незавершенных столбиков с накидом то есть мы соединяем 3 столбика с накидом общей вершинкой дальше 3 воздушные петли под воздушную первую петельку веерочка делаем столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда 3 воздушные петли столбик без накида под петлю следующую 3 воздушные петли под петлю следующую остается 1 воздушная последняя петля веерочка поэтому делаем 3 воздушные петли и незавершенный столбик пускаем первую эту воздушную петлю столбик без накида это второй незавершенный столбик и третью пускаем незавершенный столбик в первую воздушную петлю следующего веерочка соединяем 4 петли общей вершинкой и делаем одну воздушную петлю вот такой вот орнамент у нас должен получиться в конце ряда провязав 3 столбика с общей вершинкой делаем 3 воздушные петли и должны закончить точно так же как и начинали ряд с другой стороны пропускаем одну воздушную петлю под следующую вяжем столбик без накида дальше 3 воздушные петли и под следующую петельку воздушную вот она третью петлю подъема делаем столбик без накида для того чтобы у меня красивый был ровный край я делаю именно непосредственно в саму третью петельку подъема и все у нас завершился ряд точно так же как и начался если у вас здесь вместо 5 как у меня сейчас как я поменяла 4 то соответственно вы не пропускаете вот эту петельку а подряд делаете столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида и затем столбик без накида в конце ряда вы точно так же делаете в третью петлю подъема дальше делаем 3 воздушные петли подъема и переходим на следующий ряд под ближайшую арочку из 3 воздушных петелек мы вяжем столбик без накида дальше снова делаем 3 воздушные петли и под следующую арочку воздушных петель вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли под следующую арочку вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли под арочку столбик без накида. И вот так мы дальше продолжаем вязать 3 воздушные петли столбик без накида под каждую арочку из 3 воздушных петель ведущего ряда. В конце ряда, сделав под последнюю арочку столбик без накида, Делаем 3 воздушные петли и делаем столбик без накида в конце в воздушную петлю подъема столбика без накида предыдущего ряда. Вот так. Теперь берем, разворачиваем наше вязание и смотрим. Сейчас там, где у нас соединялся общей вершиной 3 столбика, соединялись, здесь должен быть веерочек. И для того, чтобы нам дойти до него, мы делаем 3 воздушные петли подъема и столбик без накида под ближайшую арочку. Теперь следующую вот здесь вот арочку пропускаем, а вот под вот эту арочку на ножке из 3 столбиков с общей вершиной мы делаем по 7 столбиков с одним накидом. Поэтому делаем накид и дальше вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Следующую арочку мы пропустим, а через одну арочку вот сюда делаем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли и в следующую арочку делаем столбик без накида. То есть как бы завершаем над вот этим веерочком предыдущим у нас было 3 вот такие арочки, затем 2, теперь 1 и здесь веерочек. Теперь снова нам нужно пропустить одну вот эту арочку, а в следующую мы должны связать снова 7 столбиков с одним накидом. Поэтому делаем накид, пропускаем одну арочку и над арочкой вот здесь вот у нас где 3 столбика с общей вершинкой вяжем 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик сюда, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше пропускаем одну арочку и в следующую вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли и в следующую арочку столбик второй без накида. И так дальше будем продолжать. Вяжем над вот этой вот треножкой нашей с общей вершиной 3 столбиков у нас должна быть вот здесь вот арочка с веерочками. Поэтому пропускаем следующую и вяжем под следующую арочку через одну получается 7 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5, 6 и 7. Следующую арочку пропускаем, а под следующую, то есть через одну, делаем столбик без накида. 3 воздушные петли и в следующую соседнюю арочку вяжем столбик второй без накида. И снова пропустили одну арочку и над треножкой вяжем веерочек из 7 столбиков с одним накидом. И так продолжаем. Через арочку снова столбик без накида, 3 воздушные петли, в следующую столбик без накида, веерочек. И вот так вот чередуем до конца. То есть у нас еще будет арочка находиться, ой, веерочек в арочке вот здесь, здесь и здесь. То есть еще 3 веерочка. Между ними будет вот такая вот, скажем так, завершающая макушка из 3 воздушных петелек над прошлым веерочком. В конце ряда провязали веерочек, пропускаем арочку и под следующую арку вяжем столбик без накида. И еще один столбик без накида я свяжу в петлю подъема, для того, чтобы как бы зафиксировать этот ряд. И дальше делаем воздушную петлю подъема и разворачиваем наше вязание. Первую петельку, вот здесь вот снизу, я сделаю столбик без накида, для того, чтобы как бы сделать переход на следующий ряд. Далее делаю накид и в первую петельку над первым столбиком веерочка я вяжу столбик с одним накидом. Дальше воздушная петля, в следующую петельку столбик с накидом. Воздушная петля, в следующую петельку столбик с накидом. То есть я как бы обвязываю наш веерочек, как мы вот вязали здесь, столбики с накидом и между ними воздушные петельки. Столбик с накидом, воздушная петля. И так нам нужно сделать 7 столбиков, между которыми по воздушной петельке. Вот так вот, до самой последней петельки. Обвязали столбиками, после последнего 7 столбика воздушную петлю мы не делаем. Под 3 воздушные петли, арочку, вяжем столбик без накида. Дальше переходим к следующему веерочку. Вяжем столбик с одним накидом в первую петельку, воздушная петля делаем. В следующую петельку второй столбик, воздушная петля. В следующую петельку третий столбик, воздушная петля. Четвертый столбик, воздушная петля. Пятый столбик, воздушная петля. Шестой столбик, воздушная петля. И седьмой столбик. Воздушную петлю мы не делаем после последнего 7 столбика. Закрепляем мы веерочек в арочку столбиком без накида И вот так вот обвязываем каждый веерочек И закрепляем его столбиком без накида в промежуточных арочках между веерками Вот они Я вяжу прям под арочку То есть не обязательно в центральную петельку А просто фиксирую столбиками под арочку Все остальные веерочки обвязываем столбиками Между которыми у нас воздушные петельки В конце ряда довязав 7 столбик веерочка Мы просто вот здесь вот в петельку подъема вяжем столбик без накида Почему в петельку подъема? Для того, что опять же таки выравниваем, закрепляем ряд Теперь делаем 3 воздушные петли подъема И поворачиваем наш ряд Находим первую воздушную петельку Которая у нас перед, скажем так, первым и вторым Между первым и вторым столбиком Вот она у нас И вяжем под нее столбик с одним накидом Вот так Теперь дальше делаем 3 воздушные петли И находим следующую воздушную петлю Вот она у нас Вяжем под нее столбик без накида Снова 3 воздушные петли Второй столбик без накида Под воздушную следующую петельку 3 воздушные петли Под следующую воздушную петлю Столбик без накида 3 воздушные петли Под следующую воздушную петлю Столбик без накида Таким образом, смотрите, мы как бы сделали Наши 3 изначальные Вот эти над веерочком, скажем так, арочки А теперь, прочередуя вот эти 3 арочки Мы вяжем 3 воздушные петли И делаем 3 незавершенных столбика с накидом Вот в эту арочку под воздушную петлю Дальше в столбик без накида И в первую воздушную петлю Уже следующего веерочка Итак, делаем первый незавершенный столбик с накидом Столбик без накида Второй столбик незавершенный И под первую воздушную петлю Следующего веерочка Третий незавершенный столбик Все 4 петли соединяем общей вершиной И делаем воздушную петлю Дальше 3 воздушные петли И переходим под, скажем, центральные вот эти воздушные петельки Под первую вяжем столбик без накида, дальше 3 воздушные петли, под вторую вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, под следующую вяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, под следующую вяжем столбик без накида. А дальше дошли до последней воздушной петли, вот она у нас, вот она первая воздушная петля следующего веерочка и столбик без накида. Вот значит начинаем соединять, сначала сделали 3 воздушные петли, а дальше начинаем соединять неполным столбиком последнюю воздушную петлю, столбик без накида неполный столбик и первую воздушную петлю следующего веерка неполный столбик. И все 4 столбика соединяем общей вершинкой. Тут даже получается 3 столбика и воздушные петли я посчитала как четвертый столбик. Дальше делаем воздушную петлю. Снова 3 воздушные петли, находим первую воздушную петлю веерочком и вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, следующий вот здесь вот наш промежуточек из воздушной петли, вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли, дальше в следующую столбик без накида. 3 воздушные петли и у нас осталась 1 воздушная петля, столбик без накида и первая воздушная петля следующего веерка. Вот соединяем общей вершинкой столбик незавершенный 1, столбик без накида, столбик незавершенный 2 и в первую петельку следующего веерочка столбик незавершенный 3. Соединяем общей вершиной и вяжем воздушную петлю. Вот так я буду до самого конца продолжать обвязывать над веерочками по 3, скажем так, вот посмотрите, вот он наш веерочек, по 3 веерочка над, по 3 арочки над веерочком, вот так вот. И в промежутках соединять первую воздушную петлю, столбик без накида и первую воздушную петлю с этой стороны. Снова воздушная петля с одной и с другой стороны и столбик без накида общей вершинкой. Вот так вот я буду обвязывать до конца этого ряда. В конце ряда над последним веерочком я сделала 3 арочки, дальше делаю 3 воздушные петли и мне нужно провязать последнюю вот здесь вот петельку над столбиком без накида 2 столбика с 1 накидом с общей вершинкой. То есть я делаю 2 полустолбика и соединяю 3 петельки общей макушкой. Вот так. То есть в начале у нас было 3 воздушные петли и столбик, а здесь у нас 2 столбика с 1 накидом с общей вершинкой. И теперь мы переходим на следующий ряд. В следующем ряду я делаю 2 воздушные петли и перехожу на следующий ряд. Теперь смотрим. Смотрите, мы здесь сделали тот ряд, в который провязывали далее веерочки. Вот здесь я, пожалуй, не буду прибавлять нашу арочку, а сразу перейду вот сюда в следующую. Вот она, наша арочка ближайшая. Я перейду столбиком без накида. То есть я думала здесь провязать арочку, но смотрю, что я вязала столбик без накида. Вот так я и продолжу. А дальше делаем 3 воздушные петли и под каждую арочку из 3 воздушных петелек делаю столбик без накида. И чередую 3 воздушные петли, столбик без накида под арку. 3 воздушные петли, столбик без накида под арку. И вот так вот до конца. 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. То есть везде, где видите арочки, в них провязываем столбик без накида. а между ними делаем 3 воздушные петли. И у нас получаются вот такие вот арочки, в которые мы в следующем ряду будем снова провязывать вот такие веерочки. Довязав наши арочки, я в конце ряда делаю 2 воздушные петли и столбик без накида в третью петельку. Теперь поворачиваю наше вязание и перед этим делаю 3 воздушные петли. Они нам заменят первый столбик. И дальше под 2 воздушные петли я вяжу еще 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, сюда же третий и четвертый. Далее я пропускаю следующую арочку, а через одну вяжу столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли и под следующую арочку вяжу второй столбик без накида. Дальше пропускаю одну арку, а в следующую под вот эту нашу ножку. Вот она наша условная ножка под веерочком. Вяжу 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Пропускаю следующие 3 воздушные петли арочку, а через одну вяжу столбик без накида. Далее 3 воздушные петли и под следующую арочку вяжу столбик без накида. Далее делаю накид и пропускаю еще одну арочку. А через одну, вот она наша ножка из 3 столбиков с общей вершинкой, я в эту арочку вяжу 7 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Дальше снова пропускаю следующую арочку и делаю столбик без накида через одну арочку. То есть смотрите, самое главное запомните, что делаем веерочек, пропускаем одну арочку, в следующий столбик без накида 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арочку. Снова пропустили, сделали веерочек, пропустили, сделали столбик без накида. И вот так вот чередуем. Опять же таки посмотрите, чтобы было у вас в соотношении с предыдущими рядами в шахматном порядке веерочки наши. И вот так вот чередуем до самого-самого конца. В конце ряда у нас снова вот здесь будет полувеерочек, как и в начале ряда. То есть сейчас мы повторяем вот этот второй ряд нашего обвязывания топа. В конце ряда, сделав арочку из трех воздушных петелек, пропускаем следующую и вот здесь вот в самый уголочек под две воздушные петли вяжем пять столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Единственное, что пятый рекомендую вам вязать прямо в петли подъема, для того, чтобы у нас как бы был такой вот как завершенный краешек. Вот, нужно в него попасть. И теперь смотрите, кто вязал изначально четыре и не переделывал вот здесь, как я, то делаем четыре здесь. То есть, соответственно, как и в начале, так и в конце у нас будет четыре. Если же сделали здесь четыре, здесь делайте пять, тоже абсолютно ничего страшного. В принципе, это такая вещь, что не сильно, скажем, ее видно. Вот, и сейчас делаем три воздушные петли подъема плюс одна петля и поворачиваем наше вязание. Теперь нам нужно в каждую вот здесь петельку пропускаем петлю основания цепочки, а в следующую петельку вяжем столбик с накидом воздушная петля. В следующую петельку столбик с накидом воздушная петля. В следующую петельку столбик с накидом воздушная петля. И в последнюю пятую петельку столбик с накидом. Воздушную петельку не делаем. То есть мы начинаем обвязывать наши веерочки столбиками и между ними воздушные петельки. А под вот эти три воздушные петли нам нужно делать просто столбик без накида. То есть сейчас мы обвязав веерочек столбиками, просто под три воздушные петли арочку вяжем столбик без накида. Дальше делаем накид и находим первую петельку веерочка. И вяжем в нее первый столбик, дальше воздушная петля. Следующую петельку, второй столбик, дальше воздушная петля. Третий столбик, воздушная петля. И так нам нужно сделать 6 столбиков воздушная петля и 7 столбик мы довязываем просто без воздушной петли. То есть просто вот так вот обвязываем. Мы так делали уже 2 раза. Обвязывали каждый веерочек. Вот. И просто делаем столбик без накида, как бы соединяемся под арочку. И дальше продолжаем. Делаем накид в первую петельку, столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик и так далее. 7 столбиков, между которыми воздушные петельки. И столбик без накида между веерочками. Вот как мы делали в этом ряду в третьем. И как мы делали в этом ряду. И точно так же делаем и сверху. То есть вот этот ряд обвязываем, как мы обвязывали предыдущие разы. В конце ряда, сделав под воздушные петельки столбик без накида, дальше продолжаем обвязывать. Столбик с накидом воздушная петля 1, столбик с накидом воздушная петля 2, столбик с накидом воздушная петля 3 раз. Далее столбик с накидом воздушная петля 4 раз. И последний, пятый столбик делаем просто третью петлю подъема. Все, завершили этот ряд. Дальше делаем одну воздушную петлю подъема и разворачиваем на следующий ряд. Теперь под ближайшую воздушную петлю делаем столбик без накида. Далее 3 воздушные петли и под ближайшую воздушную петлю снова столбик без накида. 3 воздушные петли, под ближайшую петлю столбик без накида. Теперь нам нужно соединить вот эту воздушную петлю, последнюю с веерочка, со следующего веерочка воздушную петлю и столбик без накида. Поэтому делаем 3 воздушные петли и делаем неполный столбик под воздушную петлю 1, неполный столбик, столбик без накида 2 и первую воздушную петлю следующего веерка 3. И общей вершинкой соединяем все 4 петельки. Дальше воздушная петля и снова повторяем 3 воздушные петли с другой стороны. теперь находим ближайшую воздушную петлю под нее вяжем столбик без накида 3 воздушные петли под ближайшую воздушную петлю столбик без накида 3 воздушные петли под ближайшую петлю столбик без накида 3 воздушные петли под ближайшую петлю столбик без накида у нас остается 1 воздушная петля дальше столбик без накида и первая воздушная петля следующего веерка вот их мы соединить должны общей вершинкой, поэтому делаем 3 воздушные петли, неполный столбик под первую воздушную петлю 1, под столбик без накида неполный столбик с накидом 2 и под первую воздушную петлю следующего веерка третий неполный столбик и соединяем общей вершинкой, делаем воздушную петлю. Снова 3 воздушные петли и под ближайшую воздушную петлю делаем столбик без накида. Это 1, дальше 3 воздушные петли столбик без накида это 2 3 воздушные петли столбик без накида это 3 и 3 воздушные петли столбик без накида это 4 дальше делаем 3 воздушные петли и соединяем общей вершиной неполный столбик под воздушную петлю 1 под столбик без накида неполный столбик 2 и под первую воздушную петлю следующего веерочка 3 и соединяем общей вершиной и делаем воздушную петлю вот таким вот образом я буду обвязывать до конца ряда смотрите над веерочками мы делаем по три арочки а между веерочками мы соединяем первую воздушную петлю первую с одной и с другой стороны как бы крайне и столбик без накида 3 столбика делаем неполных с общей вершинкой вот так вот я буду вязать до самого конца этого ряда сделали соединительный вот такой вот столбик с общей вершинкой из трех дальше делаем по 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик без накида 3 воздушные петли столбик 3 воздушные петли столбик дальше снова соединение вот такое как мы только что делали потом три вот такие вот арочки везде по 3 воздушные петли не забываем и в общем довязываем до конца этого ряда в конце ряда сделав общую вершинку у трех столбиков делаем 3 воздушные петли И в следующую воздушную петлю делаем столбик без накида. Три воздушные петли под следующую петлю делаем столбик без накида. И три воздушные петли делаем столбик без накида уже в третью петлю подъема. Все, мы завершили вязание нашего ажурного узорчика. Смотрите, в принципе, достаточно должно получиться у вас ровно. Если где-то что-то с боковых сторон у вас, возможно, как-то там вам кажется неаккуратно, это все спрячется при провязывании вот этих наших, так скажем, лямочек, вот завязочек. То есть все должно получиться достаточно аккуратно. Мне низ нравится на окончании вот этого ряда, именно он кажется мне завершенный. Вот, поэтому я больше вязать не буду. По желанию вы можете связать еще один ряд с веерочками. То есть как бы у вас получится не три веерка в шахматном порядке, а четыре. То есть можете довязать еще низ. Честно говоря, мне кажется, это слишком много, поэтому я остановлюсь, пожалуй, на трех. Можно, в принципе, было бы провязать и четыре. Вот, но мне кажется, что этого более чем достаточно. В общем, мы закончили вязать ажурную часть и приступаем к провязыванию наших завязочек. Теперь нам нужно вывязать боковые такие вот лямочки для завязочек. Поэтому поворачиваем удобной для себя стороной и не отрезая ниточки мы продолжаем вязание. Для начала я сделаю одну воздушную петельку для того, чтобы как бы закрепить наше вязание. И сейчас делаем прям под вот этот вот столбик с накидом, обвязывание, веерочка, столбик без накида. То есть, чтобы как бы попасть сюда вовнутрь. Теперь делаем три воздушные петли подъема и еще раз под этот же столбик делаем столбик с накидом. Можно делать по две воздушные петли. Здесь, в принципе, честно говоря, нужно будет поплотнее, скажем, вязать боковые стороны. То есть, можно сделать, допустим, две воздушные петли, а затем сделать столбик с одним накидом. Я, пожалуй, так и сделаю. И затем продолжаем делать обвязывание. То есть, под каждый столбик с накидом я делаю по два столбика с одним накидом. То есть, как бы боковую сторону я обвязываю. Причем, обратите внимание на то, что здесь есть как бы вот стыки рядов. Вот в эти стыки рядов тоже нам нужно провязывать по столбику с одним накидом. Вот, к примеру, у нас здесь два столбика с общей вершиной. Значит, мы под один вяжем по два столбика с накидом. Вот, затем снова соединение идет ряда, поэтому я вяжу в соединение ряда, столбик и так далее. То есть, я провязываю. Но, обратите внимание, что столбики я начала не считая вот эти вот рюшки. То есть, я немножечко отступила и перешла специально под именно непосредственно веерочки. Я начинаю обвязывать столбики с накидом, пропуская вот эти обвязочные края веерочков. И мне нужно довязать по расстоянию до того момента, где мы с вами обвязывали начало вот этого топа, скажем так, нижней части. Вот они, столбики без накида. То есть, до вот этих столбиков без накида я провязываю столбики с накидом по боковой стороне. Провязав до ряда столбиков без накида, у меня получилось 2 петли подъема и 21 столбик с накидом. То есть, как по мне, это самый оптимальный, скажем так, вариант по количеству столбиков с боковой стороны для данного размера. Если же у вас получилось больше-меньше, то смотрите, чтобы у вас не было сильно стянуто и в то же время не бралось гармошкой. Вот, теперь делаем 2 воздушные петли подъема и переходим на следующий ряд. В каждом ряду, в начале ряда, я буду делать всего по 2 воздушные петли подъема. Как в начале ряда, так и в конце. И начиная со следующей петельки, то есть не основании петли, а со следующей, начинаем вязать в каждую петельку по одному столбику с накидом. И так до конца вот этого ряда. Последний столбик у нас будет в петлю подъема вот эту в самом уголочке. Поэтому смотрите, не забывайте за эту петельку подъема. В нее обязательно нужно будет провязывать последний столбик. Довязали до конца второй ряд. И сейчас нам хорошо очень даже видно. Если вы набрали слишком много столбиков изначально, то у вас будет браться гармошка. Если мало, то будет стянутая. У вас должно быть максимально приближенное количество столбиков по величине ширины вот этой рюшки. Как вы видите, все более или менее достаточно. Поэтому я перехожу к вязанию третьего ряда. Перед тем, как вязать третий ряд, нам нужно определиться, куда мы хотим сужать нашу лямочку до тех пор, пока не будем делать завязочку. Существует в принципе три самых таких распространенных вида. Первая это нижняя ровная часть, верхняя зауженная. Вторая часть это треугольничек. И третья часть это верхняя ровная, а нижняя сужение идет. Я как раз таки буду использовать вариант номер один. То есть я буду сужать верхнюю сторону. Нижняя у меня будет идти просто прямая. Можно сделать в принципе и треугольничком, но тогда слишком быстро все сузится и, скажем, будет слишком коротенько. Я хочу, чтобы вот эта наша обвязочка до завязочек была такая вот сантиметров 12-13. Я, конечно, посмотрю еще по ходу вязания ее. Но хочу, чтобы она была не слишком такая вот коротенькая, затем завязочки, а вот буквально чуть-чуть подлиннее. И теперь смотрите, мы будем сужать верхнюю сторону, поэтому каждый раз с верхней стороны мы будем убирать петельки. Так как мы сейчас начинаем с нижней, то берем, набираем две воздушные петли подъема и вяжем, начиная со следующей петли, петлю основания пропускаем в цепочке, со следующей петельки вяжем столбики с одним накидом в каждую петельку по столбику до двух последних петельечек, то есть до двух последних столбиков предыдущего ряда. Их мы будем убавлять. То есть вот она, петля основания, это первый столбик, и второй столбик после петли основания, это вторая петелька. Вот до этого мы пока вяжем столбики с накидом. Дошли до двух последних петель ряда. Первую петельку нам хорошо видно, а вторая петелька это петля подъема. Вот из них мы делаем убавление. Как я делаю? Смотрите, я вяжу столбик с одним накидом, но не довязываю. То есть как бы полустолбик с накидом. И точно так же петлю подъема, самую верхнюю, вяжу недовязанный столбик с накидом. А затем три петельки соединяю общей вершинкой. Теперь две петли подъема и разворачиваю на другую сторону. Петлю основания я пропускаю, а в следующую петельку начинаю вязать столбики с накидом. И до конца ряда. Точно так же не забываем в петле подъема вязать последний столбик. Вот в начале ряда делаю я по две воздушные петли подъема. Для того, чтобы у меня как-то не получилась, скажем, стянутая одна сторона больше, чем вторая. Вот так я дальше продолжаю вязать этот ряд до конца столбиками с накидом. Затем делаю две петли подъема в конце ряда и разворачиваюсь. Вяжу до двух последних петель. Ряда уже получается с этой стороны. И каждый раз с вот этой стороны я буду вязать два столбика вместе. То есть это получается наша лицевая сторона. Вот значит в конце каждого лицевого ряда мы будем делать убавления, провязывая два неполных столбика с накидом из двух последних петель и соединять общей вершинкой. Вот так я буду делать убавления. А все остальное у меня будет просто столбиками с накидом. Причем количество столбиков с нижней стороны у вас не должно уменьшаться. У вас будет просто ровная красивая сторона. Если вы заранее, скажем так, вяжете точно так же, как у меня. Если же вы хотите треугольником, то, соответственно, делаете убавления и в начале ряда, и в конце ряда с одной стороны. Вот, довязываем до самой крайней петельки. Как вы видите, крайняя петелька у нас очень маленькая, ее практически не видно. Но, тем не менее, в нее для ровности края нужно вывязывать последний столбик. И вот так вот я сейчас сделаю две петли подъема. Разворачиваю на лицевой ряд. И, начиная со второй петельки, после петли основания, вторая петля, продолжаю вязать столбики с накидом до двух последних петель этого ряда. Дошли до двух последних петель и вяжем неполный столбик с накидом в первую петлю и неполный столбик с накидом во вторую петельку. Соединяем общей вершинкой. Все, сделали убавление. Теперь делаем две воздушные петли подъема. Разворачиваемся на следующий ряд и во вторую петельку продолжаем вязать столбики с одним накидом в каждую петельку по столбику. И, если вы посмотрите, уже начинает, скажем так, видно быть то, что наша лямочка с одной стороны уже сужается, а вторая сторона у нас безызменно ровная. Вот, посмотрите. Одна сторона у нас ровная, вторая немножечко идет на сужение. Она идет очень плавно на сужение, то есть, в принципе, его практически незаметно, но провязав такое вот небольшое расстояние в 10 сантиметров, у вас уже будет четко видны грани, вот, сужение. И тем самым получается такое вот, скажем, плавное уменьшение петелек с одной стороны. И внутренний ряд продолжаем довязывать до конца, а с каждой лицевой стороны нашей, вот, мы в конце ряда провязываем с общей вершинкой, как только что мы с вами провязали, два столбика. Тем самым делаем убавление, вот, и ряд просто провязываем. Снова ряд с убавлениями, ряд просто провязываем. Вот так вот, постепенно уменьшая одну сторону. Я думаю, что вы справитесь самостоятельно, поэтому продолжаем вязать нашу лямочку с убавлением. Вот, довязала я лямочку, у меня получилось от начала вот здесь вот первого ряда, крайнего нашего ряда наборочного, у меня получилось 13,5 сантиметров по длине. Я провязала лямочку убавления, делая только с верхней стороны, и в конце вот здесь я сделала подряд два убавления, то есть, у меня осталось три вот эти вот петельки. Или, как бы, если бы я провязывала следующий ряд, то три столбика я бы провязывала в каждую петельку по столбику. Но я этого делать не буду. Убавления я больше также делать не буду. Мне нужно, чтобы не слишком узкая здесь была, скажем, крайняя часть, для того, чтобы при вывязывании нашего жгутика не слишком, скажем так, растянутый был уголком вот этот краешек. Я хочу, чтобы он был такой вот широкий. Вот, дальше эту ниточку мы не отрезаем, мы ее просто оставляем. А берем, достаем второй кончик ниточки с внутренней стороны моточка. Это очень легко сделать на хлопковом моточке. И точно так же с другой стороны я буду набирать количество столбиков. У вас, возможно, было другое количество столбиков. Вот вы самое главное запомните или пересчитайте, сколько вы набирали с этой стороны. Точно так же набираете с другой стороны. И вяжете в зеркальном отображении убавление только лишь с верхней стороны. Нижнюю точно так же не трогаем. И убавление делаем такое же количество рядочков, сколько вязали первую лямочку. Вот, то есть у меня 13,5 см первая лямочка. Точно так же я буду вязать и вторую. Причем, обратите внимание, еще раз, что ниточку эту мы не отрезаем. Мы ей дальше будем продолжать делать обвязывание, чашечек и лямочки с другой стороны. И вот смотрим, что у меня получилось. Я провязала в зеркальном отображении. И теперь вот эту ниточку мы также можем не отрезать. Мы ей сможем потом продолжить делать, скажем так, без присоединительного, скажем, края. Вот, будем вязать уже шнурочек. То есть эту ниточку так же вы можете не отрезать. Вот, я слегка вытянула петельку для того, чтобы у меня не распустилось наше вязание. И обязательно перед тем, как начать обвязывать вот эти лямочки наши, соедините две части и у вас обязательно должны совпадать по ширине и по длине. По количеству рядочков, возможно, у вас также совпадает, но обычно бывает такое, что разная плотность вязания. Вот на это тоже следует обращать внимание. Вот, присоединили два края и у вас одинаковые, скажем так, одинаковые размеры и сверху и снизу совпадают. Вот после этого вы можете приступать к обвязыванию краешков. То есть, чтобы обязательно эти лямочки у вас были одинаковые. И теперь я вдеваю снова в ту же ниточку, которой я вязала первую лямку и продолжаю, скажем, делать обвязывание по всему краю верхнему первой нашей лямочки. То есть, я делаю петлю подъема и дальше под, вот сюда вот каждую петельку, под каждый столбик я делаю по столбику без накида. То есть, я как бы делаю обвязочный такой вот краешек. Я тем самым уравниваю наши, скажем, боковые части, там, где мы делали убавления. То есть, с нижней стороны этих убавлений нет. Поэтому, в принципе, достаточно ровный край снизу я его обрабатывать уже не буду. А вот сверху нам нужно провязать под каждый столбик с накидом по два столбика без накида. И вот здесь вот под воздушные петельки также по два столбика без накида. И вот здесь у нас, где мы делали убавления, также можете, скажем, в соединительные части также провязывать по столбику. То есть, между рядами. Бывает, вот, к примеру, между рядами петелька, мы под нее также делаем столбик. Для того, чтобы не было слишком, скажем, редко насаженные столбики. И точно так же не нужно их густо. Не должно браться гармошечкой. Вот здесь вот сверху наше обвязывание. Обвязываем столбиками без накида до самого уголка. Но в уголочек я столбики не провязываю. Я просто его пропускаю. А дальше у нас идут два столбика с накидом под воздушную петлю предыдущего ряда. Вот в каждую, вот здесь вот петельку из двух столбиков я вяжу по столбику без накида. Один столбик и в следующую петлю второй столбик. То есть, уголок я пропустила. Чтобы у меня был не оттопорщенный вот здесь вот уголочек, я его просто смягчила пропуском. Дальше у нас идет воздушная петля. Под нее я вяжу полустолбик с накидом. То есть, как бы начинаю плавно подниматься. Теперь у нас идут три столбика предыдущего ряда под воздушную петлю. Здесь мы первый столбик вяжем столбик с накидом. Дальше во второй столбик вяжем два столбика с накидом в одну петлю. То есть, как бы прибавление делаем. Следующую петельку столбик. И затем начинаем спускаться. Под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. Дальше следующую петельку над столбиком первым мы пропускаем. А в следующие две петельки вяжем по столбику без накида. То есть, как мы вязали в самом начале. И повторяем. Под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. Дальше под первую петельку вяжем столбик с накидом, под вторую делаем прибавление, то есть два столбика с накидом в одну петельку, в среднюю, в третью петельку вяжем столбик с накидом один и под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. В следующую петельку пропускаем, то есть первую петельку пропускаем и во вторую, в третью вяжем по столбику без накида. Вот так я буду обвязывать по всему, скажем так, нашему периметру. Снова под воздушную петлю вяжу полустолбик с накидом, начиная подниматься, дальше столбик с накидом под первую петлю, два столбика с накидом прибавления под вторую петлю, столбик с накидом под третью петлю и начинаю спускаться. Столбик, полустолбик получается с накидом под воздушную петлю, пропускаю одну петельку и под следующие две я вяжу по столбику без накида. Обвязали 5 веерочков наши, сделали и теперь дошли до уголочка вот этого нашего. Перед уголочком у нас здесь идут три столбика. Первый столбик я пропустила, во второй делаем столбик без накида, а в третью петельку делаем уже полустолбик. То есть здесь как бы у нас нет воздушной петли, вот этой промежуточной, мы делаем во вторую петельку полустолбик с накидом. Дальше под воздушную петлю, вот сюда, мы делаем 5 столбиков с накидом. Первый столбик, дальше второй столбик, третий, четвертый и пятый. Связали наших 5 столбиков, то есть как мы вязали здесь столбик, два столбика, столбик, но для того, чтобы сделать как бы такой вот поворотик, я добавила еще один столбик. То есть как бы такой вот сделала веерочек. Теперь мы в следующую петельку над первым столбиком вяжем полустолбик с накидом и в следующую петельку, в центральную, делаем столбик без накида. Смотрите, в первом случае мы здесь пропускали, вот здесь, когда шли на уменьшение, пропускали первый столбик. Дальше во второй, в третий делали два столбика без накида. Теперь мы будем пропускать последнюю петельку, то есть смотрите, что мы делаем сейчас. Мы, связав в среднюю петельку столбик без накида, пропускаем последнюю петельку, а вяжем сразу под воздушную петлю полустолбик с накидом. Дальше делаем в первую петельку столбик с накидом, во вторую петельку два столбика с накидом, то есть прибавление. В третью петельку столбик с накидом, под воздушную петлю начинаем спускаться, делаем полустолбик с накидом. В следующую петельку столбик без накида над первым столбиком и над вторым столбиком центральным делаем второй столбик без накида. Дальше третью петельку снова пропускаем, а под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. И так продолжаем. Столбик с накидом 1, в следующую петельку 2 столбика с накидом, и в следующую петельку столбик с накидом. Дальше под воздушную петлю мы делаем полустолбик с накидом. То есть, как всегда, под воздушную петлю, заметьте, везде мы делаем полустолбик с накидом. И дальше в следующую петельку столбик 1, в первую петельку, и в следующую столбик 2, без накида. И теперь третью пропускаем. То есть делаем как бы в зеркальном отображении по отношению к вот этой стороне. Если мы будем делать здесь 3 столбика без накида, то будет слишком грубо, поэтому мы делаем всего по 2 столбика. При этом здесь мы пропускали первый столбик, над ним ничего не вязали, а здесь пропускаем третий столбик, над ним ничего не вяжем, а просто переходим сразу же под воздушную петлю полустолбика с накидом. После нашего поворотика связали 4 веерочка, но четвертый, если вы здесь, скажем так, уже видите, то у нас здесь четвертый должен завершиться вот как раз таки где-то здесь, для того, чтобы перейти на центральную обвязку. Поэтому над тремя столбиками предыдущего ряда вяжем столбик, 2 столбика, то есть прибавление в центральную петельку и столбик с другой стороны, то есть наши привычные 4 столбика с накидом. Дальше делаем накид и под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. Дальше нам нужно связать столбик без накида и мы его свяжем под вот эти воздушные петельки уже с центрального узора, там где мы делали соединение. Поэтому вяжем столбик без накида под воздушные петельки, дальше делаем накид и находим вот здесь вот центральную нашу, скажем так, промежуточек наш и вяжем под промежуточек 3 столбика с накидом. Первый столбик, дальше второй столбик и третий столбик. Дальше делаем столбик без накида под воздушные петли. Теперь у нас с другой стороны, если вы видите, вот идет воздушная петля, 3 столбика, поэтому под воздушные петли мы вяжем привычный полустолбик с накидом. И дальше продолжаем вязать в 3 столбика, вяжем первый столбик столбик с накидом, дальше в средний столбик центральный вяжем прибавление, то есть 2 столбика с накидом, и в последнюю третью петельку над столбиком вяжем просто столбик. Под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом, то есть начинаем спускаться. Пропускаем первую петельку, а под следующую петлю вяжем столбик без накида и под следующий второй столбик без накида. То есть с этой стороны мы также будем продолжать пропускать первую петельку, для того, чтобы было у нас в зеркальном отображении по отношению к вот этой стороне. И вот что у нас должно получиться по центру. Смотрите, шли наши веерочки, по центру мы сделали такой вот небольшой веерочек, можно было бы сделать немножечко по-другому, можно было бы в центр как бы завершить два веерочка. Но как раз таки, честно говоря, вот здесь мне нравится эта вставочка, потому что как бы при одевании на грудь здесь будет небольшое расширение. И вот этот веерочек у нас будет, кстати, в обвязке. Вот, мне кажется, что это красиво. И дальше продолжаем обвязывать нашими веерочками до уголочка. То есть дальше делаем под воздушную петлю полустолбик с накидом. Теперь под петельку первую вяжем столбик раз. Под центральную петельку вяжем два столбика с накидом, то есть делаем прибавление. И под третью петельку над третьим столбиком вяжем один столбик с накидом. Под воздушную петлю начинаем спускаться, делаем полустолбик с накидом. Дальше первую петельку пропускаем, под вторую и третью вяжем по столбику без накида. Почему пропускаем? Потому что мы делаем в зеркальном отображении по отношению к вот этой стороне. И вот так вот дальше продолжаем делать веерочки до нашего вот этого уголочка. Причем обратите внимание, что веерочки у вас должны совпадать как бы в зеркальном отображении. Первый, второй, дальше третий и четвертый. А дальше у нас идут уголочки. Сделали четвертый веерочек и дальше в среднюю петельку делаем столбик без накида. Один. Как вы помните, мы дальше делаем уже в следующую петельку полустолбик с накидом. Дальше под воздушную петлю вяжем пять столбиков с накидом. Один, два, три, четыре и пять. Под воздушную петельку мы провязали пять столбиков с накидом. Дальше. Вот находим первую петельку с этой стороны и вяжем полустолбик с накидом. Дальше в центральную петельку вяжем столбик без накида. Теперь эту третью петельку мы пропускаем, а под воздушную петлю вяжем полустолбик с накидом. Дальше в три петельки вяжем столбик, прибавление, столбик. Под первую петельку столбик с накидом, под следующую петельку два столбика с накидом, прибавление вяжем. И в третью петельку вяжем столбик с накидом. Дальше под воздушную петлю спускаемся, как и подымались, полустолбиком с накидом. Дальше в следующие 2 петельки вяжем столбик без накида 1 и в следующую петельку столбик без накида 2. Третью петельку над столбиком третьим мы пропускаем. А дальше под воздушную петлю сразу вяжем полустолбик с накидом. Снова столбик, прибавление столбик. То есть точно так же, как и с одной, как точно так же делаем и с другой стороны в зеркальном отображении. Вот такую сторону мы уже вязали, вот здесь. Поэтому я думаю, что вам труда не составит. И по количеству веерочков с этой стороны у нас должно быть точно так же, как и в начале. 1, 2, 3, 4, 5. Поэтому точно так же вяжем и с этой стороны. 1, 2, 3, 4 и 5. Точно так же и с внутренней стороны у нас 1, 2, 3, 4 веерочка. 1, 2, 3, 4. Все совпало в зеркальном отображении. Должно совпасть и с внешней стороны, точно так же в зеркальном отображении. Обвязали внешние стороны. И теперь переходим к обвязыванию вот здесь, вот нашей второй стороны лямочки. То есть сейчас, довязав второй веерочек, мы закончили вязать столбиком без накида. Дальше в следующую петельку мы также вяжем столбик без накида. И уже под воздушные петли вяжем столбики по краю. То есть начинаем обвязывать точно так же, как и с другой стороны, столбиками без накида. В идеале было бы, если вы бы посчитали с одной стороны и с другой стороны количество столбиков без накида, для того, чтобы не увеличить, либо не уменьшить длину лямочек. То есть, чтобы они у вас были максимально одинаковые. Вот. И дальше я продолжаю обвязывать с этой стороны столбиками без накида. И перейдем к вывязыванию наших завязочек. Добвязывали до конца столбиками без накида. И теперь у нас здесь три петельки. В первую петельку делаем соединительную петлю. Дальше у нас одна петля на крючке есть. Теперь ныряем в среднюю петельку и достаем вторую петлю. То есть у нас на крючке две петли. Дальше в третью петельку ныряем и достаем третью петлю. У нас на крючке три рабочие петли. Мы теперь начинаем вывязывать шнурок. Честно говоря, я вам говорила не отрезать рабочую ниточку, когда вязали лямочку. Но я забыла, что при обвязывании края мы все-таки вернемся в этот же уголок. Поэтому, в принципе, одну ниточку, той, которой я вязала лямочку, я отрезала. Сделала воздушную петлю и этот хвостик я уберу. А рабочая нить, которая обвязывала, продолжаю вязать шнурочек. Итак, на крючке у нас три петли. Теперь аккуратненько их спускаем и начинаем вывязывать шнурок. Захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь первую петлю. Дальше ныряем во вторую петлю, захватываем рабочую ниточку, пропускаем сквозь вторую петлю. и ныряем в третью петельку, захватываем рабочую ниточку и пропускаем, делаем третью петлю. На крючке у нас, как вы видите, как было, так и есть три петельки. Снова спускаем их, дальше захватываем рабочую нить, пропускаем сквозь первую петлю, во вторую петлю ныряем, захватываем рабочую ниточку, сквозь вторую петлю пропускаем и ныряем в третью петельку, захватываем рабочую ниточку и достаем третью петельку. Снова на крючке 3 петли. Опять спускаем их, придерживаем, пропускаем сквозь первую петельку первую петлю, сквозь вторую петельку вторую петлю делаем и сквозь третью петельку третью петлю. Вот так я буду вязать шнурочек нужной мне длины. Постоянно у нас на крючке 3 петли спускаем, сквозь первую петлю пропускаем рабочую ниточку, делаем петлю, сквозь вторую петлю пропускаем ниточку, делаем вторую петлю И сквозь третью петельку делаем третью петлю. Есть еще второй вариант. Набрав 3 петельки изначально, я вот так вот при распущу, чтобы вам показать, набрав 3 петельки изначально, перенесите на спицу эти 3 петельки и можете вязать на спицах, если вам удобнее такой шнурочек вязать на спицах. Набрали 3 петли, дальше вяжем из первой петли лицевую. Сейчас мне будет тяжело перейти на спицы, потому что я всю работу делала крючком. Из второй петли лицевую и из третьей петли. Дальше, не поворачивая вязание, подтягиваем ниточки и петельки в начало спицы и снова вяжем лицевая 1, лицевая 2, лицевая 3. Снова подтягиваем в начало ряда, вяжем лицевая 1, со второй петельки лицевая 2 и с третьей петельки лицевая 3. Снова подтягиваем спицу и вяжем первая лицевая, вторая лицевая и третья лицевая. Подтягиваем в начало ряда и вот так вот можно точно так же получится такой же шнурочек. Мне нравится этот шнурочек тем, что он не закручивается, не перекручивается жгутиком, а он такой, как есть ровный, так и, скажем, вот, посмотрите, он ровненький, красивенький, не перекрученный. Вот такой шнурочек я буду вязать с этой стороны. И точно так же, обратите внимание, что с другой стороны у нас 3 петельки, поэтому берем рабочую ниточку, вводим крючок в первую петельку и набираем 3 петли. И точно так же вывязываем из 3 петель шнурочек нужной нам длины. Сделав боковые завязочки, у меня получилось 50 см с одной стороны, я сделала узелочек на краешке, и с другой стороны 50 см я сделала узелочек на краешке. Я не люблю слишком коротенькие завязочки, такие завязочки можно регулировать, в принципе, на любой обхват груди. Вот, поэтому, вот, сделав завязочки боковые, мы делаем завязочки сверху точно так же. У нас здесь было 5 столбиков, я нахожу средние центральные 3 столбика, набираю 3 петельки, как я вам показывала с боковой стороны, и точно так же продолжаю делать вот такие же абсолютно идентичные боковым шнурочки сверху. Вы делаете уже длину, как бы смотрите на ваше усмотрение, опять же таки, я сделала 50 см, чтобы можно было, скажем, смело завязать и не бояться, что не хватит. Можете сделать покороче, точно так же делаем узелочки на краешках, вот, и все. В принципе, не забудьте краешки ниточек спрятать непосредственно в сам узел, и, или же спрятать краешек, а затем завязать узелочек, это уже на ваше усмотрение. И все, наш топик готов. В принципе, можно его привести, скажем так, в красивый вид, немножечко при намочи, но эта пряжа, чем и хороша, тем, что она при одевании на тело, когда вы завяжете полностью все завязочки, она приобретает красивый вид и абсолютно не, как на мой взгляд, не требует какой-то специальной обработки. Если же это на продажу вещь, то, конечно же, вам нужно будет ее привести в хороший вид, но обязательно не отпаривайте и не гладьте, так как это синтетическая пряжа. Я надеюсь, что вам было все интересно и понятно. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!